Сцену кандидата философских наук, магистр религоведения Санкт-Петербургского государственного университета Черниевского Алексея Петровича. Его доклад «Числовые пифагорейские архетипы в современных философских и психологических текстах». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надо настроить вас так, чтобы было слышно. Да, пожалуйста, цитату. На мой взгляд, одна из глубочайших цитат из писем Махатм. То, что когда-то еще очень давно меня зацепило, и, наверное, об этом я всем размышляю, преподаваю философию, изучаю всю западную культуру последние 25 лет. Да, конечно, погромче. Итак, «Тайная доктрина». Вообще мой доклад посвящен не совсем «Тайной доктрине», а скорее тому, как... Сейчас 20 минут отмерю, чтобы не заблудиться во времени. Но скорее тому, как она применяется в жизни. К вопросу о том, как она воспринимается, как она расширяется, «Тайная доктрина» в современной культуре, как ее можно использовать. Иногда, мне кажется, может, это мое мнение, но я действительно так думаю, мы забываем о том, что «Тайная доктрина» — это синтез науки, религии и философии. И в большей части этой религии — это религиозное откровение, «Тайная доктрина», данное высшим разумом Махатмами. Мы об этом забываем, потому что знание — это пока наш здравый смысл современного человека не воспринимается. Собственно, об этом попытаюсь рассказать. Итак, пифагорейская десятка. Один плюс два плюс три плюс четыре. Это те, собственно, уровни членения реальности, которые поддерживают наш современный здравый смысл. Семеричный здравый смысл пока не поддерживает. О чем идет речь? Здравый смысл. Формальная логика. Например, закон, исключенного третьего. Мы, естественно, подразумеваем, что есть истина, что есть ложь. Если я вам скажу, что это автомобиль, здравый смысл. Нет, это ложь. Формальная логика прописана еще Аристотелем. Как об этом говорили пифагорейцы, единое не может быть единым, оно принципиально в себе двоичное. Абсолют двоичен, иначе он не сможет проявиться. Затем абсолют утраивается, и творится наш мир, который мы уже можем осознавать. Я буду использовать термин «архетип», который введен Карлом Юнгом. И термин «архетип» он вообще относит к тому, что... А, вы уже включаете последний. Нет, нет. Включите, пожалуйста, второй. Да. Архетип относит к тому, что непознаваемо вербально. Собственно, предметом изучения философии является не то, что можно сказать, а структура сознания, которая скрыта, и она принципиально невербальна. Поэтому архетипы, они невербальны. Вот их-то интересно изучать. Мы мыслим двойственность. И если мы зададим вопрос, что есть реальность, то первый ответ на этот вопрос, что есть реальность, как минимум она двойственная. Двоичный архетип. Простейший пример, китайцы это очень хорошо понимают. Янь-инь. Не значит, что мужское и женское. Нет, нет, нет. Мужчина – это проявление янь в человеке. А женщина – это проявление инь в человеке. Они действительно так мыслены. Про закон исключенного третьего говорил. Экстраверсия – интроверсия. Величайшее изобретение Карла Юнга. Встречаясь с окружающим миром, интроверт создает абстракции, которые внутри. А экстраверт бессознательно переносит себя в объект. При встрече с окружающим миром так работает бессознательно наша психика. Ну или, кстати, пример христианства и буддизма. Пример, о котором теософы и их последователи много говорили. Как мы вообще живем одну жизнь или бесконечное количество жизней? Это бинарность. Если говорить о нашей жизни, это вообще-то не важно. Равно как и личность, и сознание. В буддизме нет личности, нет души. Что это значит? Есть сочетание с тханх. И если вдуматься в это, вот по-настоящему, нет меня. Меня не существует. Есть лишь восприятие элементов. Тхарма – это единица психофизического опыта. Здесь и сейчас то, что существую я, это только здесь и сейчас. Следующее мгновение будет совершенно другое. А меня как такового нет. И души нет в буддизме. В христианстве наоборот. Есть личность, созданная Богом. Это определенная бинарность. Противоположности, которые наше сознание с необходимостью включает. Мы не можем мыслить без бинарности мира. Поэтому вопрос развития мышления – это вопрос, можно сформулировать так. Каково количество реальностей способно вмещать мое сознание при размышлении о бытии? Каково количество реальностей? А как же мне теперь переключить слайд Евгения Михайловна? Ну а слайд-то как же мне переключить? Что? А, отлично, спасибо. Так, чудеса. Итак, смотрите, что говорить о троичности? Ну, о троичности в христианстве – это история известная, да? Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой. Хотя непонятно, что здесь из здравого смысла? Является ли это предметом веры? И, как говорят христиане, это тайна. И масса примеров в литературе, например, троичность измерений пространства, да? Но здесь возникает вопрос, что это – простые спекуляции? Или это мы действительно видим что-то особенное? Очень важно понимать, что спекулятивные размышления из области разума, они ведь не дают перероста знанию, потому что знание расширяется через рассудок, через здравый смысл. Так вот, изменение рассудка и здравого смысла, которое происходит постепенно в ходе истории, вот это является приростом знаний. Если, например, семеричность бытия пока не поддерживается рассудком, возможно, с будущим оно так и будет. Так вот, простой вопрос, антропологически, что есть человек – тело и душа или тело, душа и дух? То есть, да, для каких-то людей, и вот здесь уже мы начинаем разделять уровни сознания для каких-то людей, только тело и душа, и говорить о духе крайне затруднительно. Поддерживает ли это здравый смысл, ваш здравый смысл, то, что в нас есть не только то, что есть душа, это любой согласится. Вот это очевидно. Не только тело. Но то, что человек – это не только душа, заключенная в духе, а, кстати, в античности они только так и мыслили. И, как добавляет Джованни Реали в своем знаменитом учебнике по западной философии, христианство добавляет третье измерение – духовное измерение. И вот сейчас современные люди, причем, скорее, с университетским образованием, способны поддерживать антропологически тройственное дление. Человек – это три реальности, и это здравый смысл. Это не религиозное откровение. Это здравый смысл. Хотя, большой вопрос, для кого? Это вопрос. Психологии. Три уровня психических процессов. Познавательные психические процессы, скорее, о теле. Кстати, они очень похожи на буддистское сочетание с Канг. Познавательные психические процессы, психология. Второе – эмоциональные психические процессы, скорее, о душе. И третье – волевые психические процессы, которые, скорее, о духе. Также у философов мы находим у Кассирера, у Гуссерля нередко такое разделение. Даже, например, Кассирер об искусстве хорошо пишет. Глядя на произведение искусства, мы видим несколько уровней. Сначала картина, вот у него как раз картины. Это физический уровень, затем они вызывают чувства. Если вызывают чувства, кстати, это показатель того, что картина хорошая, как говорил Логоцкий. Это второй уровень восприятия. А третий уровень восприятия – это трансцендентное, запредельное, общекультурное, когда мы можем эту картину отнести к какой-то традиции и так далее, понять, что это разуму. Вот три уровня восприятия реальности, и вся реальность по Кассиреру делится. Это немецкий философ начала XX века, Эрнец Кассирер. Вся реальность делится на три уровня. И я еще раз обращаю наше внимание к тому, как мы познаем. Что способно выдержать наше сознание, какой уровень членения бытия. И с точки зрения разума, путем разумных спекуляций, свободных размышлений, мы можем говорить, конечно, о семеричном строении бытия. Но рассудок это не поддерживает. А наука вообще-то строится на здравом смысле и рассудке. А религия может находиться в области разума, и можем из религиозного откровения там спекулятивно говорить все, что угодно. Ну и вот он, последний провокационный вопрос. Требуется ли более высокий уровень культуры для восприятия иного? Глядя на мир, мы воспринимаем иное в первую очередь. И увидеть троичность сложнее, чем двоичность. Потому что двоичность очевидна. Потому что жизнь и смерть, правильно, она очевидна. А вот добавить что-то третье в жизнь и смерть, это не так просто. Ну и теперь, пожалуйста, можно дальше. Четверичный архетип. Не все тут у меня вошло в таблицу. Впервые об этом очень неплохо сообщил Карл Густав Юнг. Он называл его архетипом квадра. Архетип квадра, то есть первые три и плюс что-то четвертое. Когда мы мыслим, мы рассматривая те или иные процессы в культуре, в психике, мы их раскладываем на четыре этапа. Вот это потрясающе интересно. Особенно, например, в Индии четыре варны, две низшие и две высшие. Кстати, не три сословия, у Платона три сословия, а в Индии четыре варны. Хотя вроде бы традиционно три сословия, но именно четыре. Теперь смотрите, впервые я задумался об этом четверичном архетипе, прочитав книгу «Наша российская современница, наша Никольская». Она, изучая работу сознания и психики детей с расстройством аутического спектра, дети аутисты, она увидела четыре уровня. Четыре уровня аутичности. То есть четыре уровня аффективного расстройства, неспособности вхождения в этот мир спонтанно. Первый уровень пластичности, аффективных стереотипов, экспансии, эмоциональный контроль. Пока это ни о чем не говорит. К чему это? Она эти уровни расширила до уровня культуры, показав, как в нашей культуре проявляются уровни восприятия. Чтобы было понятнее, сразу забегу в конец. У нас есть четыре способа восприятия иного. Встречаясь с чем-то иным, с новым, наше сознание воспринимает его на четырех этапах. И эти этапы поразительно прослеживаются в разных текстах философских. И они похожи, причем похожи, опять же, не спекулятивно. Они похожи именно по способам. То есть вначале, смотрите, если говорить о мифе, религии, философии и науке, это то, как мы четверично вообще видим окружающий мир тотально весь. Глядя на тотально весь мир, сначала мое сознание просто описывает его. В обычном языке. В любом рассказе. Миф — это просто рассказ. Уровень религии — это уже уровень отстраненности. Религиозно я воспринимаю, что есть высшее существо, причем тотальное высшее существо, творец мира, как в христианстве. И я выстраиваю с ним отношения. Я еще о чем ничего не знаю, но здесь появляется истина. Это второй уровень. Простите, сложная вещь, об этом надо почитать семестровый курс, но уж в пяти минутах. Третий уровень — философия. Вот в философии несколько истин. И там я уже начинаю выстраивать отношения с миром. Не так, что мир тотален, и описание мира тотальное, и у меня с ним отношения, как в религии. А несколько описаний. И это очень... Вот это как раз и уровень сознания более высокий. И, кстати, и по мелочам даже в государстве и так далее. Люди, поддерживающие философский уровень сознания, они воспринимают разные истины. И за счет этого возможно и какое-то мирное сосуществование. Когда ты говоришь с человеком, ты понимаешь, что у него своя истина, у меня своя. И я не навязываю одну истину, как в религии, что и может привести к религиозным войнам. Есть это, есть это. И есть вот это. Но это не бесконечное количество дискурсов, как в мифе. И последний уровень — наука. Вот в науке вообще определенное количество набор описаний, набор истин, которые мы четко используем, так, как то, что получает тотальную власть над тем, что мы описываем. Я сюда не ввел Фрейда ввиду неприличности его уровней, когда он говорит о сексуальности. Там есть четыре уровня сексуальности, которые тоже показывают, то, каким образом наше сознание перерабатывает собственную сексуальность на четырех этапах. Хотя у Фрейда там, кстати, их нет четырех. Писание там есть, у него скорее два. И самое интересное, у Айнхолд, вот здесь, на второй строчке, Берри Уайнхолд, автор, написавший совершенно потрясающую книгу, которую читают все современные психологи, о психологии созависимости, он выводит четыре уровня созависимости. Коротко, что такое созависимость? Неспособность самостоятельным решением, зависимость от близких, жизнь из чувства долга, когда человек сам вообще себя не осознает. Хотя, по сути, здесь fasting речет об эмоциональном отношении к семье, об уровне эмоционального взаимодействия к семье. На первом уровне созависимости, и он, кстати, и первый, и второй, созависимость – это, собственно, вообще тотальная погруженность другого человека, неспособность эмоционально жить самостоятельно. В принципе, все эмоции созависимого человека зависят от близкого. Второй уровень контрзависимости, когда человек эмоционально вроде способен, но он всех отталкивает. И он постоянно начинает отношения с человеком, только чтобы их закончить. Это второй уровень. Третий уровень – это эмоциональная независимость, когда, скажем, супруги в семье живут просто в параллельных мирах. Они как-то взаимодействуют эмоционально, но минимально. И четвертый уровень в норме – эмоциональная взаимозависимость, когда эмоциональное взаимодействие в семье происходит не то что по договору, но интуитивно понимается. Так вот что делает Уайнхолд. Он прописывает во второй книге своей, что эти этапы проходят все люди, и все этносы, и все государства проходят четыре этих этапа. То есть Россия сейчас, если поразмыслить так спекулятивно, мы скорее на этапе контрзависимости. Мы как-то такая анархия 90-х, этап такой взаимной такой агрессии. Мы то понимаем, то не понимаем друг друга. Это некий индивидуализм, который довольно свойственен для современного российского человека в таком эмоционально-политическом плане. Можно эту тему также спекулятивно расширять. О чем здесь идет речь? И снова о том же. Сколько уровней реальности выдерживает мое сознание при описании того или иного явления? Потому что явление, бытие, какое угодно, вначале я его вижу тотально двоично, затем я способен о нем говорить и мыслить что-то троично и, может быть, потом четверично. И вот это определяет объект. Если вы знакомы с Кантом, то, в общем, на этом строится вся современная методология науки и философии. Кант сообщает, что мир Ноумена, не познаваем, это вещь в себе. Что же мы знаем? Мы знаем только категории рассудка, как раз здравый смысл. Так вот, здесь я предлагаю рассматривать, и, кстати, Балавадская стайная доктрина и письма Махат меня вдохновляют на такие размышления. Говорить о том, что субъект познания не одинаков, как это утверждал Кант. Мы, как субъекты познания, различаемся нашей способностью воспринимать количество реальностей. И пифагорейская десятка нам в этом помогает. Еще раз вопрос. Сколько количества реальностей способно мое собственное сознание выдержать, и только это определяет объект познания? Я вижу лишь то, что я смогу структурировать своим умом на определенных этапах. И да, спасибо. Последний. Рене Генон был такой критик Балавадской, который сообщал, что мы не видим семеричность нигде. Замечание интересное, и я попытаюсь с ним поспорить. Во-первых, все-таки да, не видим. Здравый смысл не выдает. Семидневка? Нет, семь дней – это семь планет на небе, которые древние видели невооруженным глазом. В английском языке посмотрите. Дни недели, первый, второй и седьмой – это дни планет. Семидневка в Ветхом Завете, шесть дней творения, седьмой день отдыха, и берется скорее оттуда. Но в музыке как раз мы можем наблюдать семь нот. Хотя вопрос, насколько это психологично и насколько это онтологично, то есть говорит о бытии. Семь цветов в радуге нет, извините. В радуге мы видим все-таки пять цветов. Семь – это уже скорее все-таки психологическая интерпретация. Триста лет назад не видели семицветную радугу. Поэтому Блаватская нам дает новый уровень здравого смысла, новый уровень рассудка, который нам еще предстоит постичь, возможно, в ближайшие сотни лет. Ждать, пока здравый смысл настолько расширится, что мы начнем видеть семиричность бытия. Из-за этого можно действительно только восхищаться тому, что нам задаются какие-то горизонты. Но горизонты – это все-таки надо это осознавать скорее из области религиозного откровения. Это не философия и не наука. Наша задача привести это к философии и к науке. Вот это откровение о семиричном строении бытия. Кажется, все. Есть вопросы? Что еще забыл сказать? Тогда смотрите, тогда немножко прогнозов. Смотрите, что происходило в развитии нашего знания университетского, как оно складывалось. Очень интересный момент. В университетах сложилась система, где было социальное равенство, это принципиально важно, но при этом культурное неравенство и ментальное равенство. Обучение возможно при ситуации, когда люди равны, но есть какой-то четко выраженный момент неравенства, когда одни знают лучше, и тогда они могут обучаться. Вот для современной Китая развитие науки – это небольшая проблема, потому что у них знающий всегда же еще имеет социальный авторитет. Так вот, согласно этой схеме, я предполагаю, что Запад придет рано или поздно к варновой системе, кастовой системе, которая существовала в Индии. И до сих пор существует, маятник отчается всему свое время. Потому что субъект познания сейчас для современной философии и науки – это нечто единое. И мы мыслим, да, кантовский трансцендентальный субъект, мы мыслим, вроде мы разные, но мыслим по одинаковым принципам. Рано или поздно мы придем к тому, что мы мыслим по разным принципам, и мы сможем учиться, благодаря этому осознавая, учиться друг у друга, осознавая, что есть разница в нашем восприятии бытия. Ну это так, забегая вперед. Спасибо, коллега. Спасибо большое. Спасибо, Алексей.